Сейсмологи Мексики пребывают в панике после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 19 сентября 2017 года вблизи Мехико. Не было фаршока и до сих пор не произошло авторшока. Землетрясение магнитудой 7 без фаршока и авторшоков последний раз наблюдалось в Японии 9 марта 2011 года. Напомним, что у восточного побережья острова Хансю произошло землетрясение магнитудой 7,2, которому сейсмологи сразу не придали особого значения, лишь удивляясь отсутствию фаршока и последующих авторшоков. Все стало понятно 11 марта 2011 года, когда в 40 километрах от эпицентра странного сейсмического события грянул сейсмический толчок силой 9,2 балла, вошедший в историю как великое восточно-японское землетрясение. В результате землетрясения 11 энергоблоков АЭС из 53 существующих в Японии были автоматически остановлены. Одной из АЭС стала печально известная всему миру Фукусима. Тот факт, что не было фаршока и авторшоков в Мексике, может означать, что грядет нечто совершенно невообразимое. Вполне вероятно, что основное землетрясение произойдет в той же области, в центре агломерации Мехико. Однако, также не исключено и то, что главный сейсмический удар сдвинется в северном направлении, в сторону Калифорнии, США, под которой находится огромный разлом Сан-Андреас. И это не предположение, ведь подобная тенденция наблюдается уже сейчас. Предыдущее землетрясение в Мексике силой 8,4 было южнее. То есть речь идет о миграции напряжения вдоль тектонического разлома в северном направлении, к Калифорнии. Поэтому людям, проживающим на западном побережье США, стоит уже сейчас проявить мудрость и позаботиться о себе, своей семье и об окружающих их людях. Люди сами должны организоваться. Они должны объединиться. Должно быть единение людей. Объединение людей – залог выживания человечества. Как говорит известный академик, профессор Игорь Михайлович Данилов, ставящий на первое место в жизни человечность, совесть и честь, в передаче «Истина одна на всех. Грядущие катаклизмы о взаимоотношениях людей. Возрождение человечности». В современной климатической ситуации, скажем мягко, все-таки людям лучше быть людьми для того, чтобы протянуть руку помощи друг другу. Здесь еще один есть. Это я вот говорю для людей, которые как раз находятся на сознании и больше все-таки поддаются, скажем, страстям земным, да, чем духовным вещам. Это выгоднее. Это кажется, что нас это не достаёт. Катастрофы происходят там. Это сегодня не там происходит. Завтра они произойдут у тебя дома. Тебе поможет сосед? Нет, конечно. Если он будет таким же, как и ты. Правильно? Так что нужно сделать? В первую очередь протянуть руку дружбы с соседом. Посмотреть вот так в глаза друг другу. Просто посидеть и посмотреть и подумать. Иной раз даже слов не нужно для того, чтобы понять, что все мы одной кровью. Правильно? Правильно. И вот тогда будет жалко соседа, если с соседом беда случится. И когда ты будешь готов помочь этому соседу, это будет означать, что и сосед сможет помочь тебе, если беда придет в твой дом. Но пока ты сам не готов помочь соседу, не жди от него помощи. Он такой же, как и ты. Он живет в тех же самых условиях. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.